Сегодня мы на замечательной площадке в губернаторском доме подвели итоги работы студенческих отрядов нашей Вологодской области. С 2004 года у нас на территории области, и надо это отметить, возобновилось стройотрядовское студенческое движение, так как было создано региональное отделение российских студенческих отрядов. В 2004 года вновь студенческие отряды Вологодщины активно работают на просторах как самого области нашего региона, так и по всей Российской Федерации. У нас создано 4 штаба, 3 из них в наших ведущих вузах, Череповца, Вологды и поселка Молочный, Вологодской государственной академии. Ну и штаб, который является центральным, который организует работу всех студенческих отрядов. Ребята работают в разных сферах. Это и воспитатели, и помощники в санаториях в летний период, это и проводники на российской железной дороге, это и строительство и ремонт различного рода объектов, это и сбор урожая, как сегодня было отмечено, вплоть до Краснодарского края абрикосов, персиков и вишней и черешней. Сегодня мы поблагодарили лучших комиссаров отрядов студенческих, мы сегодня поблагодарили лучших студентов, которые активно принимают участие в строеотрядовском движении. Правительство Вологодской области очень активно поддерживает студенческое строеотрядовское движение. Эта помощь заключается и в методических позициях, и в организационных. Непосредственно мы участвуем в организации штабов, которые у нас есть на территории. Финансовая помощь, конечно, она тоже здесь присутствует. Ну а самое главное, мы создаем все возможности, чтобы как можно большее количество студентов принимало участие и проявляло свою активную жизненную позицию. Плюс при этом, конечно, взаимодействие с бизнесом, с нашими промышленниками со стороны правительства помогает ребятам найти те площадки, эти возможности, где себя реализовать. В студенческих отрядах я с 2016 года выезжал на стройку, так скажем, два раза. Был в оба раза командиром. Отряд всегда показывал высокие показатели, чем занимаемся. Мы выезжали в Санкт-Петербург, строили набережную обводного канала, также развязку в Красном селе. Это было за оба года, разные объекты. А также строили там Пискаревский и Богатырский проспект. Пока я не собираюсь из отрядов уходить, я остаюсь бойцом. Привлекает это тем, что своей, знаете, такой романтикой своеобразной студенческой, где можно, ну, летом можно не только заработать денег, но также выехать в другое место, узнать новых людей, найти новых друзей. На следующий год Российская Федерация отмечает 60-летие со дня образования, с года образования, строили отрядовского студенческого движения. И Вологодская область, конечно, будет принимать самое активное участие в том, чтобы эта дата дала новый толчок развития.